Здравствуйте, это Коммунальный патруль. С вами я, Кирилл Политов. Мы снова в строю и снова готовы рассказать о бытовых происшествиях. Информационные поводы по-прежнему нам поставляют в недобросовестные коммунальные службы. Сегодня масса интересного. Для начала анонсы. Угроза сверху. Кто должен убирать сосульки на корню? Им пожелали не сгореть. Как жители аварийного дома в Бийске пожарную безопасность соблюдают? Смертельная угроза сверху. В глобальной сети Барновльцы запустили хит-парад самых больших и острых сосулек. Проблема свисающих глыб обсуждается повсеместно. Тема сосулек сегодня станет центральной в рубрике «Коммунальный патруль», а самых опасных прямо сейчас. Впервые вот та была глыба, сейчас вот эта уже по оттепели сползла. Побить рекорд их длины и вес, а другим вряд ли под силу сосульки чемпиона свисают с крыши одному из домов по улице Фурманово. Теперь здесь одна сплошная опасная зона. Только представьте, вдоль вот этого здания с номером 28 дети ходят в школу. Она когда одна идет, она вот тут вот ходит, потому что здесь как бы машина ходит, разворот у машин большой. И она вот здесь вот ходит у нас. Мины замедленного действия на этом доме повсюду. С одной стороны под угрозой часть придомовой территории, с другой выходы из подъездов. Я сегодня звонила управляющим, попросила, чтобы он их сбил. Он сказал, что у меня это как бы не волнует, и я этим заниматься не буду. И это уже как бы два месяца уже длится. Мы попросили на той стороне, чтобы мама у меня живет в этом доме. Попросила, чтобы тоже сосульки сбили. Они как бы сосульки эти не сбивают. В таких ситуациях эксперты советуют, если идете под крышей и слышите шум, не стоит останавливаться или бежать. Прижмитесь к стене, ведь даже небольшая сосулька может представлять смертельную угрозу. В случае обнаружения жителями сосулек или шапок, находящихся там на краю крыши, жителям необходимо оставить, возможно, письменную заявку своей управляющей компании, чтобы таковая уже отреагировала. Или же оставить у диспетчера данную заявку тоже. В принципе, если управляющая компания не будет никак реагировать на данную заявку, необходимо обратиться в районную администрацию, которая уже даст предписание управляющей компании, чтобы она все исправила. Но также собственники могут принять решение на общем собрании об установке греющих проводов, которые будут отапливать край крыши, и образование сосулек и шапок будет исключено в будущем. Жилье с риском для здоровья. Так говорят бичане о своем доме-сооружении не видела капитального ремонта уже более полувека. Вот только представьте. Пора бы отпраздновать новоселье, но обещанного все еще ждут. Дом ремонтировали в последний раз, так, Вера, с 1953 года, значит, в 1955 где-то. В 1955 и 1956 год я в 10 классе училась. То есть это был последний ремонт? Да. Уже только за эту зиму дети Ирины дважды переболели бронхитом. Младший перенес пневмонию. При режиме топим поочередно, нагреть квартиру просто нереально. Бабушка. Нынче делали печку, и вот она у нас дала осадок, наверное, в сторону. И вот видите, какие разрушения. Здесь, то есть вообще прям трещина была туда. Вот мне помогли сделать железку. Здесь вот трещины у нас везде пошли. Поверху вот трещина. То есть вот так вот. И дым, видите, вот как трещина пошла, и дым вот я ничего не убираю, чтобы вот было видно. И вот как ветер, мы вообще натопить не можем. Мороз мы натопить не можем. Дети болеют и болеют. Поэтому вот такие вот проблемы. Согласно полученному на руки документу, здание, которое рассыпается на глазах, жители должны были освободить до 1 января 2019-го. Двум семьям уезжать некуда. Ждут расселения. Впрочем, и те, кто покинул родовое гнездо, все равно приезжают, чтобы хоть немного прогреть свое недвижимое имущество. Чита пенсионеров Ивановых приходят в свою квартиру каждый день, как на работу. Три часа, говорю, вот топишь, да? Утром придешь, вот я вечером топлю сюда. И видите, вот там 4 градуса сейчас всего. А вы говорите, что температура воздуха не поднимается выше 6 градусов. Это как можно жить в такой температуре? Так вот мы и не живем. Мы закрываем, протапливаем. Если не топить, тогда у нас верхние люди замерзнут совсем. На этом все. Полный выпуск этого репортажа. Ищите в глобальной сети вот по этой ссылке. Напоминаю, обращения с жалобами на коммунальные службы или видеоролики мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле. 722-301. Самое актуальное обязательно покажем в ближайшем выпуске коммунального патруля. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok